В Берлине в эти минуты идет встреча канцлера Германии с президентами Франции, Украины и России. Это так называемая «нормандская четверка». Напомню, впервые она собралась еще в июне 2014 года для обсуждения урегулирования украинского кризиса. Но на этот раз в повестке и ситуация в Сирии. Затем, как проходит встреча Ангела Меркель, Франсуа Аланда, Владимира Путина и Петра Порошенко, следит корреспондент Артевия в Германии Константин Гальденцвайк. Сейчас он выходит на связь со студией в Нью-Йорке. И, Константин, мы ждем подробностей, что происходит в Берлине. Переговоры в эти минуты здесь в ведомстве федерального канцлера Германии еще продолжаются. И какие страсти кипят там на встрече четырех лидеров стран «нормандской четверки» Германии, России, Франции и Украины. Можно только гадать. Но какие страсти кипят здесь, перед зданием видно и слышно и так. Здесь, с одной стороны, немногочисленные сторонники политики Путина в Донбассе, так называемые защитники Новороссии. С другой же стороны, представители сирийской диаспоры Германии и здесь же сотни украинцев, которые возмущены действиями российской армии в Сирии и политикой российского руководства в Украине. Как мы видим, полиции с трудом удается остановить, предотвратить столкновение двух людей друг с другом. Только что мы видели, как эту площадку отгородили, так чтобы люди не могли свободно перемещаться. Но именно здесь, пожалуй, глазами простых людей и видна и слышна вся суть того кризиса, который сейчас обсуждается там. Я здесь, чтобы, как и другие, сказать, Путин – сирийный убийца. Я родом из Алеппо, но даже если бы не был сирийцем, пришел бы сюда. Это Путин направляет свои истребители, начиненные по последнему слову техники, против наших детей, родных и друзей. Мы хотим, чтобы Россия забрала свои войска, свою технику с территории Донецка, чтобы освободила всех наших военнопленных, которые сидят не только в русских тюрьмах, но и в донецких подвалах. Уже очевидно, что прорывов сегодня в решении донбасского кризиса скорее всего не будет. Но пройдительная уже сама попытка, которую лидеры стран нормандской четверки предпримут первый раз за год, несмотря на общий скепсис и в конец испорченные отношения. Еще накануне речь шла вовсе не о встрече в Берлине, а лишь о совместном телефонном разговоре. Но в последний момент, возможно, после переговоров президентских советников в Минске, проблеск надежды мелькнул. И в эти минуты ведомства канцлера начинается встреча. Владимиру Путину на ней вряд ли окажут радушные приемы. Он прилетел в Германию впервые после аннексии Крыма. При этом в августе, напомним, Путин вовсе утверждал, что не видит более смысла в продолжении переговоров в нормандском формате. Главе Франции Оланду тоже нелегко. Из-за действий России в Сирии всего за неделю до этой встречи были сорваны его переговоры с Путиным в Париже. Но общая донбасская проблема по-прежнему остается главной повесткой. И главное это Минск-2. Соглашение, которое должно быть полностью выполнено еще в конце прошлого года. Но до сих пор ни один из его пунктов не реализован. Осуществление Минска-2 буксует во многом. Будь то устойчивое перемирие, политические реформы, гуманитарные вопросы и так далее. Но после целого ряда разговоров экспертов для нас очевидно, что мы обязаны перепробовать все возможные опции, чтобы попытаться продвинуть ситуацию вперед. Мы должны предельно честно посмотреть на то, как продвинулась реализация минских договоренностей за истекшее время. Чудес от этой встречи ожидать точно не стоит. Но всякая попытка продолжить наши усилия в нормандском формате сейчас стоит того. Главный вопрос, как разорвать замкнутый круг взаимных претензий и разного прочтения минских договоренностей Киевом и Москвой. Москва отказывается усмирять и разоружать подконтрольных ей сепаратистов, пока Киев не проведет конституционную реформу плюс местные выборы. Киев же не желает выполнять свою часть политических обязательств, пока Москва не закроет границы и не обеспечит безопасность в Донбассе. Идея Меркель и Оланда в новой дорожной карте, которая позволит России и Украине синхронно выполнять политическую и военную часть Минска-2. С этим, однако, новые трудности. Кремлю, уверенные в Берлине, выгодно не действовать, а выжидать. Там понимают, что ни в Украинской Раде, ни в народе поддержки идеи широкой автономии для Донбасса нет. А значит и российским военным пока еще рано сворачиваться. Я думаю, в Кремле так и будут тянуть время. По крайней мере, до выборов в США. А возможно, и до выборов в Германии и Франции в следующем году. А уж потом в Москве посмотрят, изменился ли расклад сил в ее пользу. Удобнее ли будет с новыми лидерами вести эти переговоры. Выходит, что программа «Минимум» на сегодня восстановить прямой диалог между лидерами Нормандской четверки и доказать жизнеспособность самого нормандского формата. Да, Константин, спасибо. Вот в прессе появилась информация, что Нормандская четверка обсудит и Сирию. Так ли это? Да, несмотря на так называемую гуманитарную паузу, объявленную российским Минобороном, будто специально накануне этой встречи, эту тему, несомненно, будут обсуждать и Меркель, и Алант, и Путин сегодня же. В преддверии этих переговоров Меркель уже заявила, цитата, «гуманитарная ситуация в Сирии стала еще более катастрофичной, и это явно вызвано бомбардировками, осуществленными Сирией и Россией по беззащитному населению, больницам и врачам». Официальный представитель канцера сказал, что эту тему важно обсуждать хотя бы для того, чтобы внятно назвать виновных в сегодняшней сирийской трагедии. И хотя на завтрашнем саммите Евросоюза новые санкции пока что темой не станут, и Меркель и ее однопартийцы четко дают понять, что оставляют за собой эту опцию воздействия на Россию. Ввиду того, что натворила в Алеппо Россия, вводить новые санкции уже пора. К примеру, технологический, полный запрет на импорт России всякой продукции, используемой в производстве вооружений, а главное в нефтегазовой отрасли. Но пока, повторим, это скорее угрозы в адрес Кремля, а не реальный план. Чем же закончатся эти переговоры, мы узнаем, вероятно, только ночью. Спасибо, Константин. Константин Гальденцвайк у Берлинской встречи Нормандской четверки. Константин Гальденцвайк